МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Максим Козлов. Для всех, кто заботится о жизни и здоровье своих близких и остаётся дома, я и мои коллеги расскажем о новостях Ленинского городского округа. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. В Видновскую районную клиническую больницу волонтёры доставили медицинские маски и продуктовые наборы для врачей. Нам это сегодня прям поддержка, прям очень необходима. В поле зрения камер наблюдения одного из магазинов попал грузовик, который свалил мусор прямо на одном из въездов в СНТ «Победа». Он там постоял ещё, приехал сюда, всё это сбросил и уехал в том же направлении. Жители пяти домов микрорайона Купеленка стали участниками акции «Аплодируем стоя». А вот это было круто! В Видновскую районную клиническую больницу молодёжным крылом Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство были доставлены медицинские маски и продуктовые наборы для врачей. Насколько необходима такая помощь в нынешнее время, объяснять не нужно. Александра Столярова продолжит. В настоящее время медицинские работники Видновской районной клинической больницы нуждаются в средствах индивидуальной защиты. Активисты движения «Волонтёрская рота», созданного при Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство, привезли медикам тысячу медицинских масок и продуктовые наборы. Наши волонтёры работают по всей Москве, по округам и в 30 субъектах Российской Федерации. Пожилым людям сейчас очень нужна помощь. В колл-центрах занимаются, доставляют горячую еду, питание. В том числе и по Ленинскому городскому округу. При входе в больницу человек в защитном костюме всем измеряет температуру. Активистов встречают главный врач Бутай Бутаев и его заместитель Елена Зинатулина. От лица всех медицинских работников они благодарят добровольцев волонтёрской роты. Все мы прекрасно понимаем, что любая сейчас посильная помощь, она применима и необходима. Поэтому те же самые маски – это достаточно большой дефицит, который не так легко достать. Поэтому огромное вам спасибо. Медицинские маски, привезённые волонтёрами в «Видное», были изготовлены во Владимире, на предприятии, с которым сотрудничает местное отделение боевого братства. Сейчас все понимают – этот продукт в дефиците. Нам это сегодня прям поддержка, прям очень необходима для наших медиков, которые количество контактов увеличивается, поэтому это первое является необходимым. «Работа волонтёра на этом периоде – это помощь тем людям, которые находятся на самоизоляции. Сейчас у нас около тысячи заказов в день делает наша организация. Сто волонтёров зарегистрировано, мы активно работаем». Помощь гражданам и медикам оказывают и депутаты Ленинского городского округа совместно с волонтёрским корпусом. На данный момент в нём уже числится около 150 человек. С 20 марта ими было обработано более 400 заявок. «Мы все как раз помогаем, кто чем может. И совет депутатов сегодня не находится в стороне, мы активно подключаемся. Депутаты по своим округам организовывают, помогают организовывать штабы волонтёрские, чтобы помогать старшему поколению не выходить из дома». Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В поле зрения камер наблюдения одного из магазинов, расположенных на Расторгуевском шоссе, попал грузовик, который свалил мусор прямо на одном из въездов в СНТ «Победа». Кроме того, транспортное средство повредило провода, из-за чего жилой комплекс «Государев дом» остался без интернета и телевидения. «Хорошо, что на территорию СНТ «Победа» есть несколько въездов, иначе жители бы оказались в изоляции. Прямо посреди дороги неизвестный грузовик сгрузил горы строительного мусора. Свидетелем этого стал сын местной жительницы Людмилы Дмитриевны. Но сделать ничего не успел. Все произошло очень быстро. Собаки гавкают, шум и так далее. Но стал смотреть, увидел вот этого КамАЗа, который в спешке все это совершил. Он ехал из Москвы, в Варшавское шоссе и поворот, где светофор. Он там постоял еще, приехал сюда, все это сбросил и уехал в том же направлении. Момент, когда грузовик появился у дороги, попал в поле зрения камер наблюдения пиццерии, расположенной напротив дороги УСНТ. Но не за пиццей приехал водитель посреди ночи. К сожалению, на съемке невозможно разглядеть регистрационный номер машины. На кадрах видно, что нарушитель спешил и начал движение с поднятым кузовом. Таким образом, оборвав провода, тянувшиеся вдоль трассы по столбам. Самосвал остановился. И, думаю, у надписи Лопатина, вывес, знака. Он пытался отмотать эти провода, чтобы потом ехать дальше, иначе бы он не уехал. Из-за этого жители ЖК «Государев дом» оказались без интернета и телевидения. Был поврежден магистральный кабель связи нашего информационного партнера МФС «Телеком». В результате чего в жилом комплексе «Государев дом» пропало телевизионное вещание. Благодаря оперативным действиям нашего информационного партнера авария была устранена в кратчайшие сроки, и телевизионное вещание установлено в полном объеме. Местных жителей поражает циничность, с которой совершено правонарушение. И это несмотря на то, что санкции по таким инцидентам предусмотрены весьма серьезные. На юрлиц, которые этим занимаются, предусмотрена ответственность от 100 до 250 тысяч. Штрафуется машина, отправляется на штрафстоянку. Если докажется, что грунт такой, или вот этот мусор, он ядовит, или с какими-то отходами, то это предусмотрена тоже уголовная ответственность. Сотрудники Госаднотехнадзора совместно с экологами и полицией постоянно проводят рейды по выявлению незаконных свалок. Но рисковые нарушители продолжают свое, в буквальном смысле, грязное дело. Такие инциденты на территории Ленинского района происходят постоянно. Вот мы отъехали всего 3 километра по Расторгуевскому шоссе, позади меня Бутово парк. И здесь, прямо у дороги, находится огромная куча строительного мусора. Когда она здесь появилась? И кто в этом виноват, увы, неизвестно. Сотрудник пиццерии Андрей Беляков, сам местный житель, и сталкиваясь с подобным отношением к природе и людям, не может оставаться равнодушным. 200 метров вперед был организован небольшой съезд в поле, и все высыпалось в поле. Мы сами перекрыли его бетонными плитами, перекопали. Сейчас как бы не прорываются. По факту произошедшего, местные жители написали заявление в полицию. Мне вообще хочется, если есть такая возможность, мне обратиться к водителю. Не знаю, что происходит в голове у человека, который это совершил. Ну, пожалуйста, задумайтесь. Это может быть и даже началом. Вот он сбросил раз сюда, что ему помешает сделать это в другой раз. С кучами мусора тоже все понятно. Ими займется муниципальная компания Дорсервис, рабочие которой оперативно отреагировали на произошедшее. Приехали сотрудники Дорсервиса, осмотрели эти кучи, наверное, оценили, сколько нужно задействовать своих сил для этой уборки. Надеемся, что сегодня уберут. Но это получается, что бизнес этих ребят построен на том, что они все это разбрасывают, а коммунальные службы местные должны это все утилизировать дальше. Сотрудники Госадмтехнадзора обращаются к жителям муниципалитета. Если вы стали свидетелями подобных инцидентов, фиксируйте номер автомобиля нарушителей, сообщайте в соответствующие органы, чтобы виновные обязательно понесли наказание. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Впереди пожароопасный период. И об этом мы поговорим с нашим гостем, заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Ленинскому городскому округу Олегом Савченко. Здравствуйте, Олег Викторович. Здравствуйте. Итак, впереди действительно пожароопасный период. К чему готовится и каков прогноз надзорных органов МЧС России относительно нашего городского округа? Доведусь, что на территории городского округа на сегодняшний период произошло 133 пожара. Два человека погибло, травмированных пока нет. Рост числа погибших наблюдается на одного человека. Причем два этих погибших мужчины зрелые достаточно. И по опросу свидетелей и соседей достаточно долгое время употребляли спиртные напитки. Предполагаемая причина – это неосторожное обращение с огнем к состоянию алкогольного опьянения. Мы уже наблюдаем на территории округа резкий всплеск горения травы. Уже зафиксировано 30 случаев. Хочу сказать, что в прошлом году мы только в середину апреля достигли такого уровня. То есть, что говорить о прогнозе, да, он оправдывается. Мы предполагали, что в связи с тем, что зима была не снежная, достаточно долгое время стоит сухая погода, дождя нет. Естественно, возникновение пожаров, в том числе травяных пожаров, вероятность значительно увеличивается. Какие же меры необходимо предпринять, и, может быть, уже предприняты, чтобы обеспечить наиболее безопасные условия для наших жителей? Первые организационные меры все уже реализованы. На территории округа проведено соответствующее заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Изданы соответствующие постановления, которые регламентируют работу как и органов местного самоправления, надзорных органов, и органов государственной власти, расположенных на территории района. И сегодня необходимо в кратчайшие сроки в тех населенных пунктах из товарищеских товарищей, которые у нас приближены к лесным массивам, и где существует угроза перехода лесного пожара на жилые строения граждан, либо наоборот, от пожара, который может возникнуть в жилом помещении на лесной массив, создать соответствующие минерализованные полосы, которые помогут как раз и преградить распространению огня. Также мы в данных населенных пунктах и садоводческих товарищеских будем проверять и совместно с органами местного управления уже реализовать такое мероприятие, как установку или ремонт систем звуковой сигнализации, предупреждающей о пожаре, чтобы граждане и жители могли своевременно эвакуировать своих строений на безопасную удаленность, на безопасную зону. Сегодня необходимо также в кратчайшие сроки проверить источники наружного противопожарного водоснабжения, пожарные гидранты, либо пожарные водоемы, которые находятся на территории наших населенных пунктов, в том числе и искусственные водоемы, которые подземные, закопанные в земле, посмотреть уровень наполняемости воды и, соответственно, его привести в должное состояние. И мы всем гражданам рекомендуем при наших объездах, встречах с гражданами укомплектовать свои жилые строения, которые находятся в сельских населенных пунктах, огнетушителями, либо во дворе поставить бочку с водой, для того, чтобы незамедлительно, скажем, при первых признаках возгорания принять меры к тушению и, конечно, не допускать сами палы травы. Это что касается частных домов. Но сейчас очень многие жители нашего округа находятся в режиме самоизоляции, в том числе и дети. И, видимо, возникает повышенная опасность именно пожаров в быту. Какие меры необходимо соблюдать вот этим людям? С 30 марта на территории Московской области по становлению губернатора Московской области введен особый противопожарный режим. Соответственно, с этим запрещено разведение костров и пал сухой травы. Что касается нашим домовладельцам и квартиросъемщикам ответственным, мы настоятельно рекомендуем не включать неисправные электроприборы в электросеть. Это может привести к пожару. Не перегружать наши электросети достаточно большим количеством одновременно включенных электроприборов, что может привести к перегрузке электросети и, естественно, ее воспламенению. Также мы просим, настоятельно просим, не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. И особенно вызывает тревогу это количество участившихся случаев сброса окурков с балконов, которые, в свою очередь, порывом ветра залетают на нижележащие этажи и балконы, и в результате происходит возгорание. На сегодняшний период такие случаи уже зафиксированы в этом году. Но, слава богу, что они не привели к никаким катастрофическим последствиям. Также мы напоминаем родителям, в связи с тем, что дети находятся в основном дома, как-то беречь детей от шалости с огнем. В свою очередь, необходимо спрятать в места, недоступных для детей источники зажигания. Дальше убрать зажигалки, спички и, естественно, какие-то легковоспламеняющиеся жидкости. И, наверное, все в новостях, в том числе федеральных каналов, смотрим и видим, что участились случаи взрыва бытового газа. Соответственно, люди находятся дома, пользуются газовыми приборами. Поэтому настоятельно рекомендуем и напоминаем о безопасной эксплуатации газового оборудования. И в случае наличия и понимания, что есть какая-то утечка или запах газа, незамедлительно вызывать газовую службу. Ни в коем случае не пользоваться открытыми источниками огня и не пользоваться включателями и выключателями. Потому что может произойти искрообразование, соответствующий подрыв газовой смеси. Вот такие небольшие рекомендации. И, естественно, при обнаружении первых признаков пожара необходимо сразу звонить по телефону 101 либо 112 и вызывать пожарные подразделения. Соответственно, повестить своих соседей, близких и эвакуироваться в безопасную зону. Ну, все эти правила, я думаю, хорошо известны. Тем не менее, лишний раз повторить их никак не помешает. Спасибо, что пришли к нам на эфир. А я напомню, что мы беседовали с заместителем начальника отдела надзорной деятельности по Ленинскому городскому округу Олегом Савченко. К другим новостям. Директор Бутовской школы номер 2 Ольга Амелькова провела для родителей учащихся экскурсию по новому корпусу учебного заведения, которое в ближайшее время будет сдано в эксплуатацию. Вместе с ними новую школу посетил и наш корреспондент Дмитрий Книга. Жителей Дрожжино в скором времени ждет радостное событие. К сдаче в эксплуатацию готов новый корпус Бутовской школы номер 2 на 550 мест. Всего три года назад был сдан первый корпус, но он не готов был принять фактическое количество учащихся. Сейчас наша школа очень переполнена, проектная мощность рассчитана на 825, обучаются 2400 человек. Поэтому эта школа для нас спасение. И мы готовы 22 класса, 550 человек переместить в здание номер 2. Здесь созданы все условия для комфортного обучения детей. Стандартные просторные классы с большими окнами рассчитаны на 25-30 человек. В каждом кабинете, помимо традиционной, имеется смарт-доска. Строительство завершено, комплектование выполнено на 100%. Завершаем работы по монтажу системы безопасности регион по программе губернатора Московской области. И в ближайшее время организуется передача на баланс муниципалитет. Специализированные кабинеты оснащены необходимым оборудованием. В кабинете химии есть вытяжной шкаф и лаборантская. На уроках технологии мальчики будут знакомиться с работой токарных и сверлильных станков, а девочки заниматься шитьем и кулинарией. Плита, холодильник, буйка, чтобы стать достойным хозяином будущей. В школьной библиотеке расположится медиазал, где можно будет заниматься проектной и исследовательской деятельностью. Рядом с ним столовая, рассчитанная более чем на 200 мест. Кухня предназначена для приготовления самых разнообразных блюд. Это котлы, в которых будут вариться вкусные борщи и щи. На настоящий момент в школе работают 72 студии дополнительного образования. В реализации творческих и спортивных задач помогут новые помещения. Актовый зал с современным сценическим оборудованием вместимостью 290 мест и спортивный зал площадью 500 квадратных метров, подходящий для игры в баскетбол, волейбол, футзал и других видов спорта. Для занятия танцами предусмотрен хореографический зал с большими зеркалами во всю стену. Мы сегодня посмотрели довольно содержательную экскурсию по новой школе. Остались довольны. Мы будем очень ждать с нетерпением открытия. Думаю, детям нашим понравится. Учителя осмотрелись и уже представляют, как будут обживать помещение нового учебного заведения. Я являюсь еще классным руководителем 5-го Д-класса. Мы с ними на классном часе разговаривали. Они тоже также ждут с нетерпением открытия новой школы и хотят именно попасть в новую школу, чтобы посмотреть и учиться уже с первых дней в новой школе. Планируется, что здание откроют к новому учебному году. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Видное ТВ. Жители пяти домов микрорайона Купеленка стали участниками акции «Аплодируем стоя», организованной местными активистами молодой гвардии «Единой России» в поддержку медиков, а также всех тех, кто борется с пандемией коронавирусной инфекции. В акции приняла участие и наша съемочная группа. Ровно в 6 часов вечера жители пяти многоэтажек микрорайона Купеленка вышли на свои балконы или просто открыли окна, чтобы всем вместе поддержать медиков, которые сегодня находятся на переднем фланге борьбы с коронавирусной инфекцией. Акцию «Аплодируем стоя» организовали активисты молодой гвардии «Единой России». Они предложили исполнить вместе популярные песни. Павел Сенчуковский, солист группы «Поет ПХ», подобрал несколько известных композиций. Песни подбирались с учетом того, чтобы народ, как минимум, если и с ума сходил на самоизоляции, то с улыбкой на лице и с надеждой на то, что скоро все кончится. ПЕСНЯ Жители активно поддерживали акцию. Одни танцевали, другие аплодировали, третьи махали флагами. Все это говорило «Мы вместе против любой беды». Конечно, не всем сидится дома. Люди выходят в магазины. Но как не остановиться, если во дворе такое действие? Это как бы спасет нас от пандемии, если мы будем сидеть дома в изоляции какое-то время определенное. И все. Чем занимаетесь-то дома? Пазл собираем. Пазл собираем. Пазл собираете? Много? Ну, один пока тысяча. Или сколько там что-то. Пятьсот. Пятьсот. Такие ситуации показывают, на самом деле, из чего мы состоим. Поэтому это хорошее время для переосмысления, для переоценки каких-то смыслов жизненных. Доктора, медсестры, санитары. Сегодня именно от их работы зависит многое. Они без устали трудятся, чтобы поскорее победить COVID-19. Я очень рад, что наши жители услышали рекомендации медиков и стараются минимизировать внешние контакты. И за это им огромное спасибо. Мы работаем ради вас. Оставайтесь ради нас дома. Если каждый воспримет эти слова серьезно, время выхода из критической ситуации заметно сократится. А пока всем, кто остается дома, в помощь подобные акции. Группа крови на рукаве. Мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. Оставайтесь дома, чтобы тем самым сберечь жизнь и здоровье родных и близких. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова